Здравствуйте! Сегодня мы выучим с вами новую песенку. Называется она «Сорока-сорока». Это тоже очень простая песенка на двух нотках. Она располагается, послушайте, как она звучит. Сорока-сорока, где было далёко, Кашку варила, Дедок кормила, На подлог скакала, Гостей созывала, Гости услыхали, Быть обещали. В этой песенке всего лишь две нотки. Я покажу вам попозже, но сейчас мы с вами попробуем спеть эту песню с дирижированием. Размер этой песни две четверти. Прошлый урок как раз был посвящён этому размеру. Мы учились с вами дирижировать. Ставили руку. Или на локоть, или на другую ручку, как будто вы хотите ответить, только не так, а вот вперёд ладошка, да, или на стол. Итак, попробуем петь её с дирижированием на две четверти. Сильная доля вниз, слабая вверх. Начинаем от этой нотки. Ещё пока не знаем, от какой. Слушаем. Сорока, сорока, где было далёко, Кашку варила, деток кормила, На порог скакала, гостей созывала, гости услыхали, быть обещали. А сейчас мы с вами споём её панту. Песенка сорока из учебника Барабошкиной для первого класса. Может быть, вам как... Это замечательный учебник, очень рекомендую, поэтому можете пользоваться. Вот как видим, здесь у нас использованы всего лишь две нотки. На второй линеечке безымянный пальчик у нас был соль, быстро это ты усвой, да, безымянный пальчик соль. И фа. У нас были три подружки. До фа ля живут в замке короля. Фа пониже, ля повыше, ну а до у них на крыше. Так вот у нас фа пониже. Это две нотки соль и фа. Вот наша сорока. Посмотрите, пожалуйста. Тут пока что размер ещё не указывает автор. Но мы уже его знаем, поэтому мы уже дирижировали. Итак, вот эти с хвостиками нотки, это восьмушки. Ти-ти-ти-ти-ти. Можем сначала простучать ритмический рисунок, проговорить. И чи-ти-ти-ти-ти-та-та. Чи-ти-ти-ти-ти-та-та. Та-ти-ти-ти-та-та. Та-ти-ти-та-та. Чи-ти-ти-ти-та-та. Чи-ти-ти-ти-та-та. Та-ти-ти-ти-ти, та-та, та-ти-ти, та-та. Вот это весь наш ритмический рисунок. Можете дома еще сами потренироваться без меня. Так, ну а теперь давайте смотреть, какие же это нотки. Значит, мы решили, что на второй линейке у нас пишется нота соль, где она на клавиатуре находится, давайте поищем. Вот у нас окошко, балкон. Так вот, соль находится на втором месте балкона, то есть чуть пониже, в серединке балкона, но немножко ниже, чем ля. Вот у нас ля, да? А фа под ней, фа перед тремя черненькими. Перед двумя до, а перед тремя фа. Вот у нас фа, вот у нас соль. Сорока у нас будет от соль. Соль, 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 соль. Фа. Между этими двумя нотками целый тон, есть черненькое. Я еще просила дома ребят подбирать сороку от разных нот. Вот, если от соль, вам нужно, чтобы был целый тон между клавишами. Соль, 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 фа. Соль, 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 фа. Так, ну давайте сначала споем, а потом я покажу, как подобрать от разных нот эту сороку. Итак, вот вы настроились. Вот соль, вот фа. Смотрим нотки и поем. Итак. Соль, 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 фа. Соль, 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 фа. Ну, я еще советую вам по руке показать. Вот поставите руку перед собой и показываете пальчиком только другой руки. Просто у меня сейчас рука занята. Соль, 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 фа. Ну и так далее. Это уже не буду снимать. Ну, а теперь давайте попробуем подобрать самое интересное сороку от разных клавиш. Итак, от соль мы подобрали. Давайте попробуем от ля. Мы знаем, что это две рядом расположенные ноты. Мы можем по слуху подобрать. Вот давайте от ля попробуем. Похоже на то, что было? Похоже. А теперь давайте проверим, есть ли между ними черная нотка. Это целый тон? Есть. Значит, нам не нужен никакой знак. И так у нас получается. От ля мы ничего не берем. Просто играем сороку, как она есть. От си. Давайте послушаем. Все в порядке. У нас тут тоже есть черная нота. Это целый тон. Значит, от соль, от ля, от си мы подбираем прекрасно, без всяких проблем. Давайте попробуем подобрать от фа. Попробуем, послушаем, как она звучит. Сорока, сорока. Что-то не то. Что же нам делать тогда? А нам можно взять близлежащую черную ноту. Если между двумя белыми нет черной, это полутон. А нужен нам целый тон. И чтобы сделать нам целый тон, нам надо расширить этот интервал. Взять вот эту ноту. Ми бемоль. Вместо ми мы берем ми бемоль. Фа, 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 ми бемоль. Фа, 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 ми бемоль. И так далее. От ми. Так, черненькая есть. Не будем ничего брать. Проверяем. Сорока, сорока. Все хорошо. От ре. Черненькая есть. Отлично. Играем. Ре, 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 до. Сорока, сорока. Очень хорошо. У нас есть еще одна нотка. Вот от фа у нас нужен был бемоль, да? Есть еще одна нотка, от которой нужен будет тоже бемоль. Давайте ее сверху найдем. Там, где нету черненькой. Это нота до. Между до и си опять же полтона всего лишь. Значит, нам нужно взять что? Си бемоль. Сорока, сорока. А было бы. Ну, не сорока. Это правильно. Такая маленькая, чупленькая сорока. А нам нужна такая нормальная, большая, хорошая сорока. Сорока, сорока. Где было далеко. Ну, вот мы и подобрали с вами сороку от всех клавиш. Желаю вам удачи.